Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, меня уже потихоньку начинает подколбашивать от предвкушения предстоящей поездки. То есть поездка у меня предстоит в Норвегию и предстоит она послезавтра. Так вот, сегодня я решил собрать свои вещи, ну подготовить по крайней мере основную массу вещей, какие я буду брать с собой. И сейчас я вам все покажу, расскажу, что я беру в этот раз с собой. Потому что у меня уже есть опыт поездки в Скандинавию, есть опыт, скажем так, быть в Нордкап, холод, дождь, я это все уже проходил, все знаю. Поэтому, учитывая вот весь этот свой опыт, я подбираю сейчас снаряжение для поездки. Итак, давайте я вам сейчас все покажу, расскажу. Если у вас какие-то будут вопросы или у вас есть какой-то свой интересный опыт, можете что-то посоветовать, то пожалуйста в комментариях. Поехали! Так вот, друзья, предлагаю начать обзор вот с этих вещей. То есть здесь у меня находится палатка от Nature Hike туннельного типа. Почему туннельного типа? Потому что ее можно очень легко, удобно ставить в лютый дождь. У нее идут эти палки поверх самой палатки, поэтому, когда в лютый дождь ее можно ставить, внутри будет все сухо. Дальше у меня здесь это Декатлоновский коврик, самонадуважка шириной 65 сантиметров, толщиной 4,5 сантиметра. Air Value 5,2, то есть зимний коврик должно хватить. В этот раз я хочу съехать с комфортом. Так что вот такие дела. Далее мой Quilt. Вон, можете видеть, вот это мой Quilt. То есть это как бы такой полуспальный мешок. Слева от Quilt это у меня подушка, тоже Декатлоновская, очень мягкая, классная вообще, мне понравилась. Ну это, естественно, от палатки. Там колышки, потом этот, как его, футпринт. Далее, эта подушка я не беру. Почему-то я ее сюда положил, потому что это моя старая подушка. Одной Декатлоновской мне хватит. Дальше у меня титановая кружка с собой, Jet Boil. Запасной этот газовый баллон, скотч, туалетная бумага. Ну туалетная бумага у меня с историей, сейчас расскажу. Потом идут вот такие вот, это куртка от руки. То есть это куртка-пуховик и штаны тоже как в виде пуховика. Тоже очень классная вещь. Можно как одевать под низ, так и, допустим, на стоянке. Или использовать в качестве пижамы. Соответственно, беру с собой такой вот небольшой насос, чтобы накачивать колеса. Чтобы можно было в дороге всегда подкачаться, не искать заправку. Про туалетную бумагу. С этой туалетной бумагой реально интересная история. Два года назад, когда я ездил в Скандинавию, это было на полярном круге. По населенный пункт, по-моему, Йок-Мок, что-то так назывался. Я остановился в отеле. Ну и у меня не было с собой туалетной бумаги. Ну и я прихватил с собой рулон вот этой бумаги. Так вот, с тех пор я этот рулон вожу с собой постоянно. В этом году я ехал вокруг Балтийского моря, брал его с собой. Так везде всегда брал. И вот сейчас его опять беру с собой в надежде расходовать. Что касается туалетной бумаги. Ребят, маленько туалетной бумаги брать с собой вполне достаточно. Потому что в Скандинавии, по крайней мере, в любом туалете, общественном, необщественном, всегда есть бумага. Поэтому тащить с собой бумагу, ну, смысла в этом нету. Иногда, ну, там, может быть, за всю поездку несколько раз там придется где-то там сходить в кусты. Ну, для этого много туалетной бумаги везти с собой не надо. Поэтому, я не знаю, честно, может, этот рулон оставлю дома. Потому что я взял специальную влажную туалетную бумагу. Я вам сейчас покажу. Ну, и, наверное, нет в этом смысла. Так что поехали дальше. Так, теперь вот здесь у меня, здесь у меня, ну, вот это как раз туалетная бумага, про которую я вам сейчас говорил. Ее, видите, можно открыть, достать, закрыть и все. То есть, это такие три маленькие пачки взял. Поэтому, я думаю, мне, в принципе, их будет достаточно. Это влажные салфетки. Если не будет возможности, там, сходить в душ где-нибудь, то хотя бы можно будет ими обтереться, знаете, там, подмышками, там, где-нибудь. Ну, в общем, подсмыть. Это у меня такой вот стандартный набор. Тут у меня всякая, всячина, дезодорант, зубная паста, спички, подсластитель, соль. Ну, в общем, всякая такая мелочевка. Фильтр для воды. И это вот, естественно, я делал обзор на эту штуку. Это френч пресс для джет-бойла. То есть, это идет как доп для джет-бойла. Можно делать классно кофе в дороге. Так что, испытаем это все в дороге. Дальше. Вот это у меня стоит под вопросом, брать ли вообще или какой из них. Это на почечные ремни, чтобы было тепло. Я им, в принципе, редко пользуюсь. Ну, как вариант, если место будет лишнее, какой-нибудь один из них возьму. Один как бы теплый, другой менее теплый. Поэтому решу. Шерстяные носки, как бы сухие. Допустим, одни для сна, другие, чтобы ехать так, чтобы сменка была. Дальше тут вот шапка. Естественно, чтобы голова не замерзла балаклава. В общем, баф. Так, мелочевка. Здесь у меня термуха шерстяная, тонкая. Может быть, в ней поеду даже. Здесь тоже такая кофта. Она с гортексовской мембраной. Тоже непродуваемая ничего. Здесь штаны такие легкие. Ну, это можно в лагере одевать. Ну, и, соответственно, теплое термобелье. То есть, это как бы самое-самое теплое шерстяное. В принципе, вот и все. Все это у меня пойдет, конечно, вот в эти два замечательных кофра, которые я тут недавно проапгрейдил. Докупил такую штуку, чтобы можно было сюда канистру установить. Здесь у меня будет 2 литра бензина. В принципе, там заправок навалом. Ну, знаете, я возьму, чтобы было спокойнее. Ну, и мало ли, знаете, в дороге кто-нибудь обсохнет, кого-то выручить придется. Ну, почему нет? Пусть будет. Дальше. Здесь у меня 2 бутылки для воды, каждая по 600 миллилитров. Теоретически, можно, скажем, брать с собой даже спирт для горелки. В одну воду, в другую спирт, как вариант. Ну, я в этот раз поеду с газом, поэтому спирт я, может быть, возьму маленькую бутылочку. Так, на всякий случай, там, для дезинфекции, мало ли что. Посмотрим. Вот, собственно, все. Здесь я пределал крепления для GoPro. Здесь вот так оно будет вставляться, то есть, вперед или взад, и там, сбоку. То есть, на каждом кофре, то есть, в зависимости от ракурса. Теперь здесь у меня, ну, что касается электроники, тут вот немножко там таблетки, парацетамол от поноса. В общем, самое такое необходимое. Ибупрофен обезболивающий. Это, ну, мало ли тоже. У меня в прошлый раз, допустим, рука заболела. Пришлось вот ибупрофеном спасаться. Это у меня светильник. То есть, его можно как на камеру вешать, скажем так. Хоть так пользоваться. Классная вещь. Ну, провода. Так, мелочевка. Вот пойдет это все сюда и потом в бардачок в центральный. Что касается камер. У меня будет две GoPro. Одна вот такая. Это моя старая восьмая GoPro. Видите, с ND-фильтром. Эта камера будет использоваться для различных подсъемов. И также фронтально будет направлена на меня. Основная камера у меня вот эта GoPro 11, которую я прикрепил к своему шлему, который я возьму с собой. Сделал к нему классный звук. К этой подключил звук. Взял старый микрофон от сены и подключил его. То есть, ну, там, припаял немножко кое-что. И получилось очень классный и хороший звук. Так что, друзья, вот, собственно, такие дела. Поэтому сейчас я это все еще раз обмозгую. И начну потихоньку укладывать. Чтобы завтра у меня было время, скажем так. А вдруг я что-то забыл. Вдруг что-то важное забыл. И завтра я об этом вспомню. Поэтому в понедельник у меня... Я не хочу за этим заморачиваться. Я просто хочу сесть и поехать. К сожалению, придется заехать мне еще на работу в понедельник. Там есть дела кое-какие в 11 часов. То есть, я планировал выехать утром рано. Но нарисовались дела. В 11 часов надо заехать на ферму. Там кое-что обсудить. И потом я буду выдвигаться. Соответственно, я в первый день проеду где-то около 500 километров до датско-немецкой границы. Там переночую в кемпинги. И потом на следующий день, это уже во вторник, я поеду в Данию. И 13 числа у меня уже паром с Дании до Норвегии. Так что, вот такие вот дела, ребят. В этот раз постараюсь поснимать от души. Не как в прошлый раз. В прошлый раз, честно, я был ленивый. То есть, у меня была камера. В общем, одна камера с собой. Она не крепилась нигде на шлеме. Поэтому, ну, в общем, было не так интересно, как будет в этот раз. В этот раз я постараюсь все делать как надо. Так что, ну, с вас подпиской, комментарии. Все. Всем пока. До новых встреч.